Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Проект покинул Игорь Баранов, он ушел по личным мотивам и очень рад, что побывал на Доме-2. Денису Ковалеву стыдно за Сашу Шеву. В одном из эфиров она прилюдно показала позы, в которых занималась волшебством с Сергеем Захарьяшем. Такая пошлость и разврат очень возмутили зрителей. Ольга Рапунцеля провергла слухи об угрозе выкидыша. «Со мной все в порядке», – пишет она и с малышом тоже. «Это злые люди распускают слухи, я вас всех прощаю». Судя по результатам голосования в ТНТ Клаб, кандидатами на уход в эту субботу снова будут Маша Кахно и Лера Фрост. На острове произошла очередная драка. Виталий Малышев опубликовал в своем микроблоге фото с разбитым носом, но он не рассказал никаких подробностей, а через некоторое время удалил и само фото. Лиза Триандафелиди рассталась с Ромой Гриценко. Появились слухи о том, что парень, находясь в больнице, закрутил роман с медсестрой и изменил с ней Лизе. И чтобы успокоиться, девушка сходила на дружеское свидание с Денисом Ковалевым. Аня Якунина рассказала, что хочет уехать из Москвы, ей надоели люди, шум и суета. Девушка выбирает между Китаем и Таиландом, но ее впечатления от Китая не самые радужные. «Здесь клубы каждый день переполнены», – пишет она, – «мне нельзя тут жить». «Они не любят русских». От москвичей ничем не отличаются те же мины на лице и злые взгляды. Уехала от этого, приехала к тому же. Недавно состоялись съемки передачи «На самом деле» с участием семьи Степана Менщикова. Ребята выясняли отношения перед камерами, и итог передачи шокировал всех. Степан и его сын Иван прошли тест ДНК. Экспертиза показала, что Менщиков не является отцом мальчика. Большинство зрителей считают мерзким то, что Степан вынес такой ссор из избы ради денег и пиара. Но, видимо, Степану не привыкать, по-другому зарабатывать на жизни он и не умеет. Мама Элины Камерен купила роскошную квартиру в Сочи. Поселок охраняет ФСБ, как рассказала Элина, очень классные соседи. Также ее мама купила еще одну квартиру для Элины в центре Сочи за 9 миллионов. Инесса Шевчук похвасталась шикарным подарком. Видно, что ее мужчина влюблен и не жалеет денег на свою избранницу. Стало известно, почему у Натальи Варвиной и Алексея Михайловского нет детей. Все ее секреты выболтала Лена Бушина. Именно она рассказала о договоренности Наташи и ее супруга о том, что детей у них никогда не будет. Именно такое условие продюсер поставил невесте перед свадьбой. Взамен он предложил свои деньги и безбедное будущее. У Алексея уже есть взрослый ребенок от первого брака и больше дети ему не нужны. Бывшие участники продолжают собираться большой дружной компанией у Ирины Агибаловой на пироги. Они общаются, поддерживают друг друга. Им есть о чем поговорить. И есть такое предположение, что Ирину тоже затянули в сетевой бизнес. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Субтитры сделал DimaTorzok